Более 21,5 миллиарда сумм в республиканский бюджет на текущий год заложили на погашение задолженности страны перед зарубежными кредиторами. Таковы данные Министерства финансов. В минувшем году общая сумма госдолга приблизилась к 5 миллиардам долларов. Из них менее 1 миллиарда составляет сумма внутреннего долга. Остальные 4,2 миллиарда – сумма внешнего. Порядка 2 миллиардов долларов – это долг перед Китаем. Согласно графику погашения кредитов, в минувшем году наша республика должна была оплатить соседям 70 миллионов долларов. Однако пандемия и возникший в результате нее экономический кризис обстоятельства немного усложнили. Бишкек обратился к Пекину с предложениями понять ситуацию и предоставить отсрочку по выплатам. Те согласились, но попросили плюс 2% за пролонгацию. Правительство нашей страны решило не переплачивать. Деньги на исполнение кредитных обязательств были изысканы. Первые 35 миллионов мы выплатили в первые 4 месяца, где-то до мая месяца. Мы до последнего все-таки проводили консультации, переговоры с китайскими партнерами. Наши китайские партнеры, они отметили, что они не могут предоставить дискомп и предложили свои условия, в соответствии с которым мы должны были платить им 2%. И эта сумма, как я выше говорил, это 1,7 миллиона. Чтобы не платить эту сумму, правительством было принято решение выплатить 35 миллионов. Отсрочка, она тоже стоит денег и увеличивает сумму долга. А между тем, в минувшем году кыргызстанцев призвали помочь государству расплатиться с кредиторами. Для сбора пожертвований в госказне создали специальный счет, где аккумулируются деньги, поступающие от добровольцев, компаний, предпринимателей и других граждан, кто хочет внести свою лепту в погашение внешнего долга. Сегодня там хранится всего 1 миллион 49 тысяч сомов. Причем различные юридические лица в целом перечислили 27 тысяч сомов. А вот физические, то есть отдельные граждане, 1 миллион 22 тысячи, из которых миллион в помощь государству направил некий руководитель строительной компании Аделбек Асанов. Я пожертвовал миллион сом перед Китаем из-за того, что я люблю свою страну. Вот только это не первый раз, когда кыргызстанцы пытаются помочь стране расплатиться по счетам. Похоже, единый счет для погашения внешнего долга ранее уже открывали. Было это, напомню, в 2010 году. Тогда общая сумма пожертвований не достигла и 4 тысяч долларов. Деньги хранились какое-то время, однако больше туда не было перечислено ни сумма. Счет закрыли, а деньги передали Министерству финансов. В этот раз деньги, поступившие на общегосударственный депозитный счет, растрачиваться будут лишь после соответствующего распоряжения правительства, утверждают в Минфине. Однако и эти заявления в глазах общественности уверенности в целевом использовании средств не вызывают, считает депутация Дулан Ишанов. Народ недоволен. Куда ушли эти деньги? Если чиновники воровали, а почему мы должны это оплачивать? Почему мы должны деньги собрать? Поэтому у людей есть сомнения. А вы бы сами своим примером могли показать? Ну, если надо будет, если народ пойдет, весь народ, я, конечно, впереди буду стоять. Но я тоже не вижу сегодня необходимости. Конечно, в этом году дефицит, в прошлом году был дефицит, и в этом году тоже немного, мне кажется, будет дефицит. Мы в внутренней резерве должны все израсходовать на внешний долг, иначе будет потом проблема. И мы должны вообще научиться рассчитываться и научиться по своим средствам жить, и тогда будет у нас хорошо. Отмечу, что в списках кредиторов нашей страны помимо Китайской Народной Республики значатся еще несколько государств. Франция, Дания, Япония, Южная Корея, Турция и ряд арабских стран. А еще десяток международных организаций. Пиковый период оплаты по счетам перед Китаем наступает в 2024-2025 годах, говорят экономисты. К этому моменту республике предстоит выплачивать по 400-500 миллионов долларов в год.